А что касается того, что их явная ложь, из которой братья строятся, на их ненависти к Ахлю Сунна, и особенно чем братья выше, то есть тот, кто из приверженцев Сунны опровергает их, тем больше они его ненавидят. В свое время братья Ибну Теймия, это братья просто, как-то связать себя с ним было преступлением. Как было в свое время преступлением связать себя с кем? С Имамом Ахмадом в его время. Ненавидели его люди. Почему? Потому что ничего не могли с ним сделать. Не могли братья Муатазилиты в свое время сделать ничего с Имамом Ахмадом, и поэтому братья Аш'ариты как бы не хвастались. Тот, кто, братья, можно сказать, после Всевышнего Аллаха, в одиночку, братья, положил на лопатки убеждения Муатазилитов, это Имам Ахмад. Своей стойкостью, своим знанием, своей приверженностью хадисам. Затем, когда появились Аш'ариты, которые, по сути, те же Муатазилиты, но просто отличаются с ними в некоторых вещах и больше умничают хорошо, но все и те и другие, они, братья, берут свои знания не от Аллаха и его посланника, а от кого? От Платона, от Аристотеля, от Сократа, и так далее, и тому подобное. Эти люди хвастались своим разумом. Аллах, Субхану Талли, создает Ибн Таймия, рахима Аллах. Ибн Таймия, который, братья, любит Аллаха, его посланника, а это то, что мы видим из его книг, Аллаху Таалли, Аллаху Таалли, знает лучше, и он что? Прекрасно изучает книгу Аллаха, сунну посланника, а с тафсиром, с хадисами и так далее. И вместе с этим Аллах, Субхану Талли, дает ему незаурядный разум. Он понимает ту ложь, которую они говорят, и разъясняет, когда опровергает их, он, братья, тремя шагами. Первое, он разъясняет, как, что могло быть правильным, если бы они имели в виду под своими словами это. То есть, если вы своими словами подразумеваете это, то это правильно, потому что, потому что, потому что. Это первый шаг. Склоняет их к себе. Затем, что опровергает их с точки зрения доводов шариата, что это несостоятельно, так как Аллах сказал так, как посланник Аллах сказал так. Затем вернемся к вашей логике. Даже с точки зрения логики это нелогично. Почему? Потому что так, 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 так. И они, братья, потому что не смогли ничего ему противопоставить со знаниями, они что сделали? Посадили его, пытались убить его и так далее, и так далее, и так далее. Вот что они с ним потом предостерегали от него и так далее, ненавидели. Вот что они сделали. Почему? Потому что они не могли ничего противопоставить ему своими знаниями. Затем Всевышний Аллах, и мы сейчас живем вот в этом периоде, когда до сих пор еще люди боятся как-то себя связать с этим человеком, а это великие братья-человеки, выдающиеся ученые, это Мухаммад ибн Абдул-Ахаб. То есть у человека вы никогда не задумывались о том, я это вам говорю, Сабханула, вещь, как говорится, раскрывая подноготную. Когда ты говоришь имам Ахмад, ты говоришь и голову поднимаешь, так или не так? Когда ты говоришь Ибну Тайме, без проблем, так или не так? Но когда братья даже приверженцы истины говорят, Мухаммад ибн Абдул-Ахаб, доля опаски. Почему? Потому что, ну, да, люди вот так про него говорят. В то время как, иншалат, али, ни у кто из вас, и те, кто, братья, говорят, и немножко даже в сердце находят стеснение, они прекрасно понимают, что это стеснение только лишь связано с тем, что люди его оболгали и многие в это поверили, так или не так? В то время как ты знаешь, что этот имам, братья, был милостивым, аль-хамду лилля, прекрасные нравы обладал, любил сунну посланий к али-сейцам, был призывающим, в своем призыве был очень мягким. До того, как, братья, дошло до донесения с мечом, сколько он, братья, пытался, сколько он письма писал, сколько, 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 и это, братья, свидетельствуют, братья, как истории, так и что, так и его книги. Но вместе с этим человек до сих пор еще прошло не так много времени, 250 лет с его смерти не прошло. Поэтому человек, что, еще немножко чувствует стеснение. Братья, пройдет, иншалат, еще сколько-то лет, Аллах, субхану ата-Аля, так же, как, братья, был возвышен, возвышен имам Ахмад, так же, как был имам Ахмад, возвышен, так же будет Мухаммад ибн Абдуль-Габ. И он уже, братья, является братья, грубо говоря, то есть, хорошо, один из этой троицы, то есть, который Аллах, субхану ата-Аля, в свое время, то есть, спасал эту религию. Спасал эту религию. Ведь во время нам, Мухаммад ибн Абдуль-Габа, у меня вопрос вам, и до него, были единобожники? А, или вся умма была кафирами? Сам Мухаммад ибн Абдуль-Габ говорит, что все были кафирами, пока он не появился. Это ложь, субхану ата-Аля. Коль в Аллахе, братья, билляет Аллах, никто, братья, кто заявляет об этом, никогда не найдет на это подтверждение. А если не найдет на это подтверждение, значит, он лжец последний, братья. А если он лжец, братья, он приближается к Аллаху через ложь, братья. И Аллах ненавидит такого человека. Он обязан покаяться. Или найти довод. Пусть покажет нам. Аль-хамдул-Лля, мы тоже покаемся, если это действительно его слова и его убеждения. Затем, кто-нибудь из нас считает, что во времена даже имама Мухаммада ибну Абдул-Люхаба не было людей, которые призывали бы к истине. Были. И были те, кто знали истину. Кто-то боялся. Кто-то слабый был просто. Не мог. У кого-то не было должного багажа знаний, чтобы противоречить заблудшим, которые были вокруг него. И поэтому он молчал, боясь что? Что он еще хуже сделает. Разные, братья, виды людей было, субхану. Посмотрите, братья, даже Аль-Джабарти, братья, мисри, египтянин. Он рассказывает о людях, которых называли, если я не называл Аглюль-Ислах, или что-то такое. У них название даже было свое. То есть группа людей. Они, братья, приходили в могилы, в мечети, где могилы, рушили эти могилы, предостерегали, их избивали за это, но они все равно говорили, что поклоняться нужно только одному Аллаху. Ходили на вот эти места, где люди поклоняются кому-то, кроме Аллаха, призывают их. Их били, то есть гнобили за это и так далее, но они все равно это делали. Это рассказ Аль-Джабарти, братья. В Египте это было. Было еще за лет 200-100 до Мухаммада ибн Абдуль-Габа. Никто, братья, не говорит, что этого не было. Но вот так выявить, то есть целую школу составить, хорошо, книги написать, братья, это Субханам Всевышний, Аллах Субхан Талли, дает кому-то и не дает другим. Дает кому-то и не дает другим. Разве, братья, не было ученых, у которых был имам Аль-Бухари, и которые любили хадисы? Были или нет? Но если я сейчас у каждого из вас спрошу, назови мне толкование Шархна Сахия Аль-Бухари. Кто-нибудь из вас, кроме Аль-Бухари, назовет первым мне? Хоть кто-нибудь назовет из вас? Ты первым назовешь Ибн Раджаба Шарх? Хорошо, я у тебя спрошу другой вопрос. До какой главы Шарха Ибн Раджаба? До конца? Не знаешь. А Аль-Бухари Ибн Хаджара все знают. И когда ты спросишь Шархна, то есть хорошо, на муслима, какой первый в голову приходит? А? Наувы. Неужели не было до Наувы, кто Шархна Муслим давал? Были. Неужели не было до Наувы, которые лучше у него в знаниях? Конечно, были. Наувы в каком году умер, кто знает? А? В 676 году. В каком году Ибн Хаджар умер? В 852. Все это время, несколько веков умов заблуждение было? Нет, конечно. Но вместе с этим, Аллах, субхану Талли, открыл им, и, субхану Талли, они собрали то, что не собирали те, кто были до них. Или же Аллах, субхану Талли, дал барака именно в этом труде, из-за той искренности, которая была в их сердцах, и так далее, и тому подобное. Продолжение следует... Продолжение следует...